Ну что, друзья, всем привет! Как дела? С вами Дим Димыч. Хочу сделать небольшой отчёт по Канаде, как я здесь живу, как я здесь устроился. За первый месяц я успел уже переехать. Первые две недели я жил в подвале, а сейчас живу вот в этом доме, который позади меня. Обзор квартиры пока ещё рановато делать, потому что я не полностью её обставил. Но хочу вас предупредить, что если вы тоже вот так захотели сюда приехать и снять какое-то маломальское постоянное жильё, то это сделать не так уж и просто, потому что владельцы и агенты по недвижимости всегда спрашивают про документы. Какие документы они хотят от вас видеть? Они по большей части заинтересованы в том, чтобы вы регулярно платили без задержек и с вами не было проблем. Для этого они от вас будут требовать такие документы, которые подтверждают ваше место работы и подтверждают ваш ежемесячный доход. Это может быть кредитная история, это может быть какая-то официальная стабильная работа и так далее. Ну, у каждого это свои документы, да. Но чаще всего спрашивают кредитную историю и место работы, чтобы были бумаги с этих мест. Как вы понимаете, ничего этого у меня не было, да и откуда оно бы взялось, потому что я в Канаде две недели. Ну, достаточно редко люди приезжают уже с какой-то работой сюда, уже устраиваются там за первые недели какие-то на какие-то работы более-менее постоянные, из которых можно подтянуть ваше письмо. Ну, да, и все равно, даже если у вас это будет, то кредитная история у вас будет в районе 600 баллов. 600 баллов это, ну, это не ноль, но это самое начало, то есть это ни о чем не говорит. 600 баллов есть у всех, кто только приехал. Поэтому шансов мало и, ну, есть такие агенты, есть такие фирмы там и хозяева, которые идут навстречу, но их надо поискать и квартиры будут не самые лучшие, вы сами понимаете. Получается замкнутый круг. Для того, чтобы заселиться в жилье, нужно пойти работать. Для того, чтобы работать, вы должны где-то жить в Канаде. Так что приготовьтесь на первое время иметь запас по деньгам, потому что жить вы будете в каких-то Airbnb, в каких-то отелях, в каких-то посуточных, помесячных локациях, которые, ну, как бы дороже получаются, но зато вас это примут без документов. Так поступил и я, напомню. Первые две недели я жил в подвале. Снял комнату на Airbnb. Ну, там хороший подвал был. Я бы не назвал это подвалом, условия были достойные, ничего там такого не было. Просто называлось это подвал. Так вот, видео об этом есть на канале. Кому интересно, можете подробненько посмотреть. И вот уже переехал я через две недели в эту квартиру. Как я сюда попал? Просто случайно нашел человека на Фейсбуке, который, так как и я из Харькова, мы с ним поговорили на одном языке, можно так сказать. Он меня понял, вошел в мое положение и принял меня без каких-либо документов. Просто на ежемесячной основе я ему буду платить деньги. Вот. Живу я не в самом Торонто. Живу я... Ну, короче, здесь есть провинции. Вот у меня провинция Онтарио. В Онтарио входит там Торонто, Ричмонд-Хилл, Норд-Йорк. В общем, много городов. Это как большая-большая область. И вот я живу в одном из таких городков, Ричмонд-Хилл. Мне, допустим, до центра ехать 25 минут, чтобы вам было понятнее. И так как многие жалуются на Канаду, что здесь воняет, там траву курят, бомжей много. Да, это все тут есть, но это все находится именно в самом центре Торонто. А мне как бы не принципиально, где жить пока что. Поэтому я выбрал для себя место поспокойнее. Это вот такой вот городок, Ричмонд-Хилл. Очень зеленый, спокойный, как бы спальный такой район. И он находится посередине этой провинции Онтарио. То есть куда бы мне не надо было, я нахожусь посередине. И если ко мне кто-то будет ехать, до меня легко добраться. Также тут нет проблем с парковкой. Вот, видите, вот дом сзади меня, в котором я живу. И вот это все сзади меня, это наша парковка. Также есть еще парковочные места под домом, в подвале. Но я так понял, там все занято. Считается как бы это лучше, безопаснее. В том плане, что там машину никто дверью не стукнет и все такое. Но по факту просто минус в том, что зимой эту парковку, конечно, засыпет снегом. И надо будет все расчищать. Вот. Но это такие природные нюансы, от которых никуда не деться. И, короче, за это время то, что я здесь, я уже успел получить права и купить мы себе машину. Как я и говорил в прошлых видео. Первые две недели я себе арендовал автомобиль. Сама первая дня в зал возле аэропорта. Также видео есть на канале, посмотрите. Вот. И я там говорил, что я куплю машину. Вот я ее купил. Получил права. Кстати, по правам ситуация у меня получилась таким образом, что мне пришлось сдавать три экзамена. Первый экзамен это был тест на знания, знаков и вот этих всех административных правил. Я его сдал с первого раза. Потом второй тест мне пришлось сдать. Обычно его не сдают те люди, у которых есть опыт. Но мой опыт с Дубая пришел просто на день позже. Подтверждающая бумага пришла на день позже. Я ее оплатил. Ну, са. Чем-то ей понравился. В общем, бумага из Дубая пришла на день позже. И вот этот день именно решал мою ситуацию. И пришлось мне сдавать экзамен номер два. И с этой лицензией второго уровня я уже как бы могу ездить по Канаде официально. Но я не могу выезжать, по-моему, в темное время суток с пяти до пяти. И не могу выезжать на хайвей. Вот такие правила. И, по идее, после этого я должен был еще учиться, ждать, ждать, ждать. Там что-то восемь месяцев или до года. Вот. И потом уже сдавать на полноценную G-Full, у них называется лицензия. Вот третий экзамен. Туда уже входит и парковка, и вождение по обычным дорогам и по хайвейам. То есть после этого я уже мог бы водить. Но мне вот этот срок, то, что ожидания там восемь месяцев в год опустили, все-таки, потому что у меня есть больше десяти лет опыта за границей. Вот. Вошли в мое положение, так сказать. Ну, это у них такое правило. И, то есть, я сдал все три экзамена за неделю. Так получилось. И буквально уже на следующей неделе я пошел покупать машину. Ну, короче, кто-то скажет быстро, кто-то скажет, там, торопишься или что-то еще. Но, по факту, получается, что в Канаде время-деньги. И я не хотел терять вот это драгоценное время на... Ну, чего бы я сидел и ждал. Я бы просто тратил бы время на арендные машины, на непостоянное жилье и так далее. В общем, я за месяц успел уже обзавестись более-менее постоянным жильем, получить права и купил машину. Вот, как раз вы ее в течение всего этого видео на заднем плане и могли наблюдать. Вот, Мазда 3 серебристого цвета. Уже езжу на неделю. Все отлично. Давайте покажу, кто не видел. Ну, в прошлом видео я ее показывал. Вот. Но вдруг кому лень переходить на прошлое видео, покажу еще раз. Короче, вот такая Мазда 3-шка. 2021 год. Козырные номера с двумя восьмерками. Китайцы очень ценят восьмерки. А двойная восьмерка это вообще супер счастье. Такие номера могу продать за 2000 долларов. Прямо сейчас, китайцы. Вот. Здесь полный привод. Раздвоенный выхлоп сзади. Как вы можете видеть. Двухлитровый мотор. Комплектация GS. Вот такой ключ. Давайте покажу внутри. Так, сиденье обычное, не кожа, но в идеальном состоянии. Да и вообще машина вся. Чтобы царапину найти, надо постараться. Конечно же нашел, но состояние очень хорошее. Еще не мыл ни разу, уже неделю езжу, но... Вот такое состояние. Есть круиз-контроль адаптивный. Автоматический ручник. Автоближний, автодальний. В общем... Мультимедиа. И поставил сюда регистратор. Вот в Дубае нельзя было оставить регистраторы. Потому что там нельзя и санкционированную съемку делать. А здесь можно. Ну вот я случайно нашел в своей сумке. Еще из Украины со мной регистратор этот путешествует. Нашел его в своей сумке. Купил к нему провод. Провел провод. Ну вот. Все аккуратно спряталось. Только теперь проблема. Нужно не забывать его выключать. Вот он тут находится. Как GoPro выглядит. Даже сейчас не буду включать. Придумал к нему крепление от GoPro. Сюда же на стекло лобовое приклеил. Вот так это выглядит. Возможно, не суперэстетично. Не по канонам Mazda. Потому что она у меня вся такая аккуратная. Но, тем не менее. На всякий случай. На всякий случай. Пусть висит. По крайней мере не мешает. И по Android Auto я решил ситуацию. Вот таким вот адаптером. Этот адаптер просто втыкается в USB здесь. И в Android Auto начинает работать без проводов. Очень удобно. Так вот. Живу я в городке под названием Richmond Hill. Сейчас прекрасная погода. Я, чтобы не терять такую возможность, думаю. Да, я выйду прогуляюсь. И вас с собой возьму. Прогуляю вас. Покажу, где я нахожусь. Короче, я живу на перекрестке самой большой... Ой, не самой большой. Самая длинная улица в мире. Эта улица называется Young Street. И ее протяженность 86 километров. Можете себе такое представить? Короче, по этой улице я могу в Америку приехать. Если бы у меня была виза. Ну, примерно так. Короче, здесь вот прям с парковки перехожу. По такому мостику. И практически сразу попадаю в парк. Тут вообще очень много парков. Конечно, не сравнить с Дубаем. Ну, в Дубае тоже много парков. Но, во-первых, знаете в чем дело? То, что в Дубае до них пешком не дойдешь. Обычно. Ну, дойдешь только. Рано или поздно. Упрешься в какой-нибудь хайвей. И все. На этом ваш парк закончится. Даже если будет хорошая погода. А здесь, пожалуйста. Гуляйте. Вот я чем и занимаюсь. Тут очень много живности. Таких грызунов, как белок. Хомячков. Скунса видел. Потом какие-то лисицы бегали. В общем, хорошо, что медведя еще не встретил. Надеюсь, не встречу. Но говорят, что медведи в этих степях тут не водятся. Короче, вот. И вот так вот я прошел от своего дома. И попал вот в такое место. Здесь также живут люди. Уже частные дома пошли. И вот здесь такая парковая зона. Погода меняется очень часто. Хотя это лето признано самым жарким за последние несколько лет. Не знаю, как у них тут считается. В общем, 33-34 было градусов. И это уже считалось жарко. Ну, для меня было это окей. Вот. И здесь вот такие территории. Как мой один знакомый говорит. Просторы. Просторы. Посмотрите на просторы. Так что вот. Так я тут гуляю. Вот. Ну, прям лес лесом. Последний день с Дубаем. Для меня, конечно, я каждый раз удивляюсь. Таким простором. Вот. Купил себе зонтик. Положил в машину. Потому что что-то без зонтика я чувствую. Долго я так не прогуляюсь. Вот. Осваиваюсь. Хожу в разные супермаркеты каждый день. Чтобы понять, который мне нравится больше всего. В котором мне комфортнее всего. Ну, в общем. Такое. Ищу спортзал себе. Чтобы ходить на регулярной основе. Вот. Тут, я так понимаю, вот там вот. Где-то там школа. Там у них есть свой стадион. И так далее. Так. Ну, в лес не будем идти. Пойдем сюда. Ну, такая тишина. Красота. Благодать. Пахнет елками. Там вот по мостику я переходил. Там пруд. Вот. И. Вот так я гуляю. Вон дети на качелях катаются. Вон баскетбол играют пацаны. В общем, такая обстановочка. Вон кто-то на травке чилит. Отдыхаю с велосипедом. И сейчас, наверное, все, кто меня знают, спрашивают у меня только один вопрос. Почему я переехал из Дубая в Канаду? Ведь в Дубае так хорошо и прекрасно жить. Ну, во-первых, друзья, в Дубае хорошо и прекрасно жить тем, кто там не живет. А во-вторых, мой короткий, наверное, самый лучший ответ. Я переехал, потому что могу это сделать. И вам, друзья, я желаю делать то, что вы действительно хотите, чего вы действительно заслуживаете. А не делать то, что у вас просто случайно получилось. Так вот, следующий мой шаг — это будет получение постоянного вида нажительства здесь. Он называется PR. Это с английского аббревиатура. Переводится как permanent residence. Так вот, чтобы получить PR, нужно здесь показать свою деятельность и платить налоги. Ну, это в двух словах. А если углубиться в эту ситуацию, то этим всем занимаются такие люди, как визовые адвокаты. И вот к нему на консультацию мне таки стоит сходить, чтобы не натворить, чего не нужно. Потому что многие люди совершают ошибку. Они приезжают в Канаду и устраиваются на работу на любую. Вот. И хорошо, если эта работа вам нравится. Получается, в конце концов, так, что эта работа просто не подходит под требования, чтобы быть постоянным жителем Канады. Вот. И потом начинается там, есть бальная система, есть небальная система в зависимости от провинции. Начинаются проблемы. Начинают человек искать другую работу, искать другое жилье, потому что эта работа там находится в другой провинции и так далее. Ну, в общем, чтобы такого не произошло, вот этот месяц я специально не устраивался на работу. И чтобы не наломать дров, так скажем. Я взял такую паузу. Вот. Обустроил свой быт. Нашел себе более-менее постоянное жилье. Купил машину, получил права. То есть, теперь я полностью готов ко встрече с визовым адвокатом. И в зависимости от того, что он мне скажет, я уже буду действовать. То есть, этот визовый адвокат мне подскажет и покажет, в какую деятельность идти, чтобы получить визы жительства максимально быстро и беспроблемно. Потому что это занимает время. Потом заявка, потом рассмотрение заявки, потом да или нет. Ну, то есть, чтобы это было максимально, скажем так, ну не 100%. 100% наверное никто вам не даст. Ну, чтобы это было на 90% верно все, да. Чтобы правильно составить заявку, правильную работу, правильные налоги показать и так далее. Чтобы я просто не тратил время впустую. Так вот, вот такие дела, друзья. Вот этим я и тут и занимаюсь. Буду получать ВНЖ. Если вы уже получили ВНЖ, напишите в комментариях, как вы это сделали. В какой провинции, откуда меня смотрите. Вот, и напишите, хотели бы переехать вот так вот, как я в Канаду. Либо нет, либо Канада все-таки для вас воняет. Пишите в комментариях. Все, всем пока.